22 апреля 2018 года, начало 10 утра, температура обещает быть 21 градус по Цельсию. Впервые такая весна, впервые весна, когда цветут, начинают цвести яблони, нету холода, нету мороза. Обычно здесь падает снег в это время. Сейчас посмотрим, что еще цветет. Вот только-только еще не начали цвести, но цветут другие растения, сейчас покажу. Это обалденная слива, черная, вкусная. Цветет полно цвета. Полно, и нету холода. Как написали газеты, я уже сказал, такая температура держится, как 70 лет назад. То есть это уникальная погода для Великобритании, для Англии, просто как в сказке. Ты, полно росы, мокрые ноги. Но ничего, это самое утро, еще цветут где-то эти самые нарциссы. И вот самое крутое, что у меня есть, впервые за все время этому деревцу 5 лет. Это украинская черная, черная, лутовая вишня. В том году было немного цветов, голуби обклевали все зеленые ягоды, то есть не было ни одной ягоды. В этом году придется ставить столбы и как бы защитить такой легкой, не проволокой, легкой сеткой для того, чтобы сохранить. Я обожаю вишню, то есть с этим деревом связано детство и самые лучшие воспоминания из детства. Смотрите, какая красота. Как много украинцев в Великой Британии, вокруг Лондона, но я не слышал о вишневом саде. А ведь вишня это реликтовое священное дерево, в общем-то славян, если вы не знали этого. А это зацвела белая черешня, тоже, кстати, украинская. Впервые в этом году. Просто изумительная погода. Здесь черная смородина, в основном украинская. Чеснок украинский впервые посадил. Посмотрим, как будет эксперимент над этим. Вот так. Орех спамира. Листочки только-только начали пробиваться, он всегда поздно. Но самое главное, тепло. Уже неделю держится тепло до 29 градусов по Цельсию. Боярышник еще не начал цвести, но вот уже появились бутоны, которые будут цвести. Это красивейший куст и очень полезный. Пурпурного цвета, с маленькими красными плодами. Очень хорошо помогает при сердечных заболеваниях, у кого есть проблемы с сердцем. Ну и другие, в принципе, там моменты. Ну и самое главное, наверное, пчелы. Пчелы я пересадил в новые домики. Чистенькие, уютненькие после зимы. Я смотрю, пчелки довольны. Это у меня внизу стоит старый улей, который я снял после зимы, переживший. Его нужно почистить, покрасить. И поставил новые коробки. Доволен. И пчелы довольны, потому что это одна из самых сильных семей. У меня такие маленькие, небольшие изменения в лучшую сторону. И цветет груша. Очень вкусная груша, но она долго не стоит. Я уже говорил, этому дереву более сотни лет. В этом году немножко обкарнали. То есть, даст Бог здоровья, в следующем году на это дерево будут привиты самые разные сорта грушек. Но старые деревья, иногда есть смысл подрезать, они тогда как бы толчок к жизни появляется. Очень красиво. Слышите вдалеке колокола местной англиканской церкви? Колокола местной англиканской церкви очищают пространство от плохой энергетики. А там, дальше в углу у меня растет русская олива. Весна начинается сказочно. Дальше посмотрим. Прошлый год был просто тоскливый. Этот пока очень-очень классный. Bye. Субтитры сделал DimaTorzok